Доброе утро! Сегодня 20 февраля, осталось 9 дней до весны. Мы в офисе 1580 узнаем традиционно, что произошло хорошего и плохого за прошедшие сутки. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! За прошедшие сутки у нас поступила информация о двух чрезвычайных происшествиях. Одну из них скорой передала седьмого фонда 36, был вызов женщине 42 года, пришлось ампутировать ей один из пальцев. По предварительной информации бросали петарки, и у нас, скорее всего, одна из петарок взорвалась в руках. И второй вызов скорой был в кафе на Ливаде, два человека с ножевыми ранениями тоже были доставлены в больницу. По чрезвычайным происшествиям все, по коммунальной ситуации у нас остается до сих пор 5 домов без газа, в принципе, те же самые, которые я называл перед этим. Пока ситуация там неясная, то есть если по первым двум там хотя бы вроде бы какие-то у них разборки с нашим ЖЭКом, то остальные три дома, ПТО стоит, это Кавказская 13, Кукубы 47 и Зинькиевская 10, до сих пор стоит плановая техничная группа. То есть один из этих домов с 10 числа, сегодня уже 20, до сих пор остаются без газа, но там или квартиры, или стояки по квартирам, то есть не все эти дома полностью без газа, но тем не менее все равно. По погоде на сегодня у нас ожидается 0-2 градуса, утром, как мы видим, нам все ногтики передали туман, видимость 200-500 метров, в принципе, более-менее, что такого нету, не оправдался и без осадков. Скажите, за выходные все таяло, не было ли? Мы уже обращение по тому, что падает уже снег, скажешь, но пока нам, скажем так, нам еще более-менее повезло, потому что на Ленина упала тоже снежная глоба, человеку повредило руку. С этой информацией, что у нас есть, да, на выходных это, по-моему, было в субботу или с пятницы, на субботу пока точной информации не мало. Но уже есть такие случаи, поэтому надо быть максимально аккуратными. То есть если в ситуации по Ленина, то, во-первых, там дом, насколько я знаю, был в ОСББ, и второй же момент тоже, там не везде возможно подъехать вышками. То есть, понимаете, сейчас максимально работаем в данном направлении. Мы уже в новостях слышали, что в Львове уже был первый смертный случай в Украине, то что лед упал на женщину, у нее смертный случай, к сожалению. Ну, мы стараться в Полтаве такого не допустить. Смотрите не только под ноги, чтобы не вступить в ложе, не поскользнуться, потому что оно все тает, замерзает, тает, замерзает. Такая погода. Смотрите также вверх, потому что плюс, чтобы не упало на вас ничего. А также хорошая рабочая неделя с понедельником вас. До завтра.